Полузаброшенная территория в центре Щелково. Когда-то она принадлежала фабрике Техноткань, сегодня сдается в аренду. Алексей Валов приехал сюда вместе с представителями управления по ЖКХ и межрайонного водоканала. По территории проходят действующие сети водоотведения, которые периодически засоряются. А найти аварийные места непросто. Специалисты водоканала работали здесь две недели и мало что смогли исправить. К тому же часть коммуникаций проходит по разрушенным зданиям и работать там небезопасно. И вот здесь еще один колодец, но мы его просто не нашли. Мы тут все облазили и ничего не нашли. Мы провели обследование и пришли к выводу, что полностью водопроводная канализационная сеть здесь в аварийном состоянии. Она не работает. Силами водоканала мы не смогли прочистить основные участки, так как они завалены строительным мусором и засыпаны землей. Проблеме не один год. После закрытия фабрики новые собственники территории не паспортизировали инженерные сети, не передали их на баланс муниципалитета. Специалисты говорят, систему водоотведения надо полностью перестраивать, а это большие затраты. Поэтому надо хотя бы понять, где чья зона ответственности. Алексей Валов взял ситуацию на контроль. Буду работать комиссионно на этой территории, с участием прокуратуры, чтобы всем арендаторам было бы на предписание или свернуть свою деятельность, или привезти объекты, которые их обслуживают, в надлежащей состоянии. Сложно все будет. Но тем не менее инженерные сети должны быть порядок привезти, которые проходят по ее территории. Вот она, одна из главных стройплощадок Щелковского района. Строительство важнейшего социального объекта школы в микрорайоне Солнечный теперь на постоянном личном контроле Алексея Валова. Эта стройка началась недавно, но с каждым днем набирает обороты. Жители, которые много лет ждут школу, наконец успокоились. Они могут наблюдать за ходом строительства прямо из своих окон. Сейчас закладывается нулевой цикл здания. На объекте работает 31 человек. Разрабатывается котлован, нулевой цикл. Подготовлена билетонная подготовка в две секции и закладывается арматура на одну секцию. Сложностей на сегодня пока нет. Материалы поступают нормально. Значит, механизмы работают, рабочие все на месте. Школа Солнечным пошла нелегкий путь согласования проекта и документации, потому что все делалось бы на единый типовой проект. Но, тем не менее, таргет организации строительства, которая вышла, и ее субподрядная организация, которая вышла на строительство этой школы, тоже внушает оптимизм и доверие. Они строят хорошо. Внушает оптимизм и судьба школы в сельском поселении Медвежье-Озерское. Возведение пристройки на 275 мест на несколько месяцев приостанавливалось. Из-за некачественно проведенных проектно-изыскательских работ проект пришлось переделывать прямо в ходе строительства. Это удорожило работу, и прошлый субподрядчик отказался от своих обязательств. Сейчас найден новый, стройка возобновилась. Убедиться в этом лично приехал первый замминистра строительного комплекса Александр Доманов. Здесь успокаивает то, что, по крайней мере, решены инженерные сети, инфраструктура. Это очень важно, по крайней мере. Это позволит быстро подключить школу к всем энергоресурсам. Ну а строительный процесс через месяц посмотрим. Обещают, что все будет довольно быстро и оперативно. По скорректированным графикам планируется на декабрь. Задача тяжелая, но будем порвать все строительные процессы для того, чтобы школу в декабре вести в эксплуатацию. Новый субподрядчик компания «Мегаполис-1» зарекомендовал себя на возведении социальных объектов школ, садов и стадионов в разных городах Подмосковья. Уверен в его надежности и глава района. Я просто уверен, что в этом году, к Новому году, мы практически уже закончим отделочные работы с этой компанией. Мы очень ответственные, профессиональные и не сорвут сроков, а наоборот эти сроки сократят.